Девятнадцатого января на базе Крымского федерального университета прошел второй всекрымский метап по блокчейн-технологиям, в котором приняли участие студенты, профессорско-преподавательский состав КФУ имени Вернадского, а также представители учреждений высшего образования и предпринимательства Крыма. Самое главное, что это аудитория молодая, то есть это молодежь, это те перспективы, кто работает с IT-технологиями и в частности одним из самых перспективных направлений это блокчейны, потому что когда блокчейны говорят, то сразу ассоциация идет с криптовалютами, но на самом деле понятие более широкое и оно позволяет использовать вот эти блокчейновые технологии в любых процессах. В связанных с цифровой экономикой, с цифровым делопроизводством, с цифровыми образовательными программами и так далее. Блокчейн – это разносторонняя молодая, набирающая популярность технология. Ее многогранность в первую очередь обуславливается тем, что она стоит на пересечении сразу нескольких научных дисциплин и сфер деятельности. Блокчейн представляет собой распределенную учетную книгу записей о событиях в цифровом мире. Ключевой составляющей блокчейна является журнал транзакций. А сами транзакции – это единственный способ изменить состояние реестра. Руководитель и идейный вдохновитель «Голосфонд» Сергей Симоновский презентовал разработку блокчейна «Голос». Блокчейн «Голос» – это распределенная база данных, которая используется и может использоваться разработчиками и другими людьми для того, чтобы модифицировать ее, использовать и монетизировать под себя. Один из примеров – на данный момент существует социальная сеть «Голос.айо», на которой можно монетизировать свой контент. Для нас вообще важно донести информацию о блокчейне как таковом, поэтому это не обязательно вообще про блокчейн «Голос». Если хоть кто-то, а для нас хоть кто-то, это один, два, три, четыре человека, узнают о том, что есть такая штука блокчейн, на ней можно что-то делать в отличие от других каких-то систем, для нас это хорошо, потому что люди развивают инфраструктуру, что хорошо для нее самой. Идея – это найти разработчиков, команды, которые готовы в этом плане работать и развиваться. Участников мероприятия ознакомили с основными проблемами токенизации – технологией, которая позволяет обезопасить электронные платежи с помощью надежной системы шифровальных данных, то есть перевод и оцифровка каких-либо активов в блокчейн. Какие у нее перспективы? Очень большие. Смотрите, сейчас есть очень огромный сектор экономики, это сельское хозяйство, производство, услуги и так далее, которые по сути никак в блокчейн напрямую перевести нельзя, потому что надо сначала оцифровать. Токенизация занимается этим, то есть мы, например, какой-то актив приравниваем, например, булку хлеба приравниваем к токену, и тем самым переводим это все в блокчейн, и благодаря этому автоматизируем, и после этого у нас получается, что мы бизнес его упрощаем. Бизнес-процессы ускоряем за счет блокчейна. Поэтому какие у него перспективы? Очень огромные. Сейчас нет ни одной сферы, которая полностью уложится на блокчейн, кроме самого блокчейна. Ну это и парадокс, да? Поэтому нам надо, чтобы реальный сектор туда входил. А для этого, опять-таки, нужно токенизировать. То есть это проблема курицы и яйца. И разрешить ее можно только одним способом – это донести до реального сектора, как правильно токенизировать и что это означает. Все, кто заинтересовался технологией блокчейна, могут принять участие в Хакатоне. Это марафон IT-специалистов, на котором эксперты из разных областей сообща работают над решением определенной задачи. На Хакатоне будут прописываться технически определенные прототипы программ и приложений. Виктория Малыхина, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета.